всем огромный привет смотрите у нас какая классная погода на улице уже он дорога чернеет значит у нас тепло где-то минус 6 наверно градусов новый год у нас будет теплым в этом году здорово очень можно погулять везде и на горку сходить наверно градусов 6 ты не посмотрел сколько градусов там по интернету и как-то минус 6 где-то так может даже вообще минус 1 будет дедушка говорил у нас хотела тут нормально поснимать и ничего не получается у нас здесь наклейки везде сегодня снимаю последний предновогодний влог в этом году у нас скоро наступит новый год я сейчас занимаюсь готовкой как и все наверно женщины 30 31 все готовят я сейчас буду готовить салат русская красавица и хочу немножко вам показать как его делать потому что уже не кажется в комментариях кто-то спрашивал я буду делать так сначала давайте я вам расскажу меню на новый год и сегодня да я вот решила так поснимать и по-новому поставила камеру перед собой чтобы я могла готовить и вам рассказывать общаться с вами если вам нравится такой формат видео обязательно ставьте лайки меню меню у нас не сильно большое ничего такого сверхъестественного мы уже точно идем к маме отмечать новый год поэтому для дома 3 не сильно можно и готовить я делаю два салата салат 1 оливье с мясом я уже показывал в прошлом блоге я его уже сделала сегодня делала и поставила в холодильник я его для нас сделала мы его на раскрыть всего будем уже завтра кушать 1 числа а сегодня я делаю русская красавица салат это я понесу его с собой к маме с грибочком идет этот маме закуска у нас будет тоже простая ветчина тонким слоем порезана кружком туда посередине кладется нужно сыр с сыр с чесночком перемешать это все сыр на терочке мелко чесночок порубить перемешать это с майонезом но мы делаем майонез сметана и немножко чтоб она не сильно мокрая было положить на ветчину и так вот этот кругляшок закрыть и закрепить шпажкой это у нас закусок такая будет скорее всего эту закуску я тоже уже буду делать у мамы либо нам на первое число ну и на второе наше любимое наше любимое блюдо это гуляш гуляш плюс картофельное пюре потому что детки хотят картофельное пюре а муж хочет гуляш мясо вот я свинину покупала буду готовить этого гостей мне кажется у нас и кто-нибудь может кто-то неожиданно придет все равно у нас и спиртное и покушать есть так что гостей есть чем встретить и фруктов мы набрали и торт есть так что если кто-то придет неожиданно мы всегда рады придем потому что подготовились салат у нас сейчас я буду готовить салат идет у нас слоеный в салат нужно куриная грудка отварила картофель морковь лук грибочки у меня шампиньоны маринованные сыр побольше сыра если что я подпишу подпишу рецепт под видео ну а так в интернете везде этот рецепт мне кажется есть и также нужно майонез но раз мы майонез очень мало кушаем то делаем сметану и майонез в последнее время вот только вот на праздник майонез покупаем а так мы его вообще не едим и уже не хотим потому что уже привыкли к сметане а то у меня спрашивают что вкусно разве салат со сметаной для нас вкусно немножко посадите и все нормально кто-то может быть и даже черный перчик добавляет молотый для остроты так сейчас я сначала нарежу репчатый лук мне его нужно нарезать и лучше конечно его замариновать но я просто его залью горячей водой чтобы не было горечи нужно две луковицы такие вот средненькие я сегодня ночках не накрашенная так что не обращайте внимание потому что я сейчас хочу сначала все приготовить потом я буду гладить одежду деткам мужу себе и потом уже я начну приводить себя в порядок у меня муж сегодня на работе придет только в десятом часу смена у него первая смена у него сегодня слава богу хоть не вторая новый год он с нами будет бюджет слава богу вот поэтому я сегодня все готовлю сама сама нарезала я лук просто можно сказать квадратиками не кольцами не сильно мелко и не крупно сейчас это я залью горячей водичкой сейчас я буду нарезать куриную грудку кубиками нарезаем небольшими кубиками грибочки тоже кубиками нарезаем морковь картошка у нас на терочке на крупной сыр на мелкой терочке и в общем все это слоями все потом покажу я сегодня открыла форточку тут у нас жарко батареи так же топят как раньше а сегодня тепло на улице поэтому на улице жарко я открыла форточку надеюсь не продует меня тут к новому году очень тяжелый год конечно был для меня сейчас все это вспоминаю что столько пережила всего в этом году такая страшная операция была три месяца я считаю слепая ходила не дай бог не дай бог следующий год тоже конечно у нас тяжелый будет плане чего того что у нас гирюшки надо будет в новую школу переходить в пятый класс переходить в новую школу нашей школе нет больше других классов у нас коррекционная школа была именно там логопед занимался с ними постоянно ставил речь им хотелось бы конечно в этой же школе доучиться но никак получается это учителей нет и классов нет какие надо в этом садике потом они будут переходить в новый садик он в другом месте находится дальше дома намного ну группой этой же все пойдут но просто садик уже другой будет в этом только у нас ляльчики занимаются учиться 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 надо сказать но их там же тоже обучают логопед с ними занимаются у нас тоже садик специализированный с логопедом постоянно занимается очень конечно в этом году рада хоть что вадимка вот в этом году и прозапрошлом году так ну хорошо заговорил нормально заговорил его уже окружающие понимают потому что именно садик помог он у нас там открылся и начал разговаривать и логопед нас хвалить все время что он работает старается и говорит уже по взрослому рассуждает не как лялька хотя у нас группе есть такие которые еще как сказать по маленькому по детскому говорят да например не машина а бибика вот что есть такие у нас в группе старается старается любит очень когда ему сказки рассказывают мне надо это в другое место уже перекладывать мне тут полное так начну я наверно вот эту тарелочку сегодня подготовила вот такую тарелочку эту тарелочку я подарю маме но она сказала что делай салат на ней и оставишь у меня эту тарелочку вот подготовила для мамочки для своей я на нем сегодня буду делать салат и тарелочка там и останется хотела ей в упаковке принести она говорит зачем будешь посуду тускать туда-сюда готовь на ней и оставишь ее у меня мамочка тоже у меня много всего делает салатов не один она вот мы приходили на день рождения папе у нее там было три или четыре салата она тоже делает а второе скорее всего она тоже будет делать гуляш потому что гуляш у нас все очень любят там конечно еще пельмени на первое на второе на третье там настряпали так что все у нас будет полный стол будет всего так вот так вот по тарелочке распределяем так я тут уже приготовила смешала майонез и сметану и сейчас я буду нашу курочку покрывать слоем тонким слоем вот первый слой у меня готов сейчас я буду открывать шампиньончики нарезать тоже нарезаем кубиками небольшими и сверху будем распределять грибочки нужно тоже в один слой все сразу порезала грибочки сейчас равномерно все раскладываю все сразу все сколько было тут их вот они как тоже не придавливаем сверху кладем лук весь лук тоже сразу все делаем слоями в один слой сейчас берем картофель крупную терку на крупной тёрке и над салатом делаем над салатиком чтобы все это было пушистое не придавливаем с картошкой не переборщите не осталось она еще мне кажется что тут уже много я все сверху теперь будем заправлять морковь на терочке на крупной тёрке всю морковку распределила смотрите как красиво получается сейчас тоже это все смазываем и сверху будет последний слой у нас сыр тоже на терочке ну вот салатик у меня готов покрыла я его сыром это последний слой сейчас нужно его вернуть салат пищевую пленку и холодильник на два часа чтобы он там настоялся вот а потом уже можно будет украшать у меня есть оливки я не знаю может быть я и оливками может быть грибочками что-нибудь посмотрю придумаю может хоть немножко как-то украшу я не умею украшать честно не умею но может быть что-то разложить как-то их немножечко хотя бы все это убираем в холодильник пищевую пленку и холодильник а я тем временем сейчас буду готовить уже гуляш я сейчас буду гладить одежду достала тут для всех для старшего для матчего папину одежду свое платье досталось сейчас буду пытаться все это погладить потому что у меня утюг старенький страшно им гладить но вот рубашку белую с другой стороны буду гладить чтоб не дай бог ничего не случилось и да я решила все таки идти в этом платье оно в нем более комфортно в нем удобно и нигде ничего не стесняют в движениях и я пойду в нем я сейчас буду делать маникюр лаком покрыть нужно основа у меня от faberlic это для укрепления ногтей и потом я хочу сделать темно красным лаком накрасить сегодня ногти потому что у нас год огненного петуха и вот одежды у меня нет красный я решила вот хотя бы маникюр сделать красным и помада у меня сегодня будет вот это вот моя любимая от faberlic устойчивая и вот я что там подбираю какой-то лак более менее неподходящие скорее всего наверное вот этот вот который потемней этот вот такой более красный просто это темно-красный мне кажется как раз подойдет я закончила делать свой макияж сегодня сделала стрелочки и акцент у меня на красной помаде лак тоже маникюрчик красный с серебром прическу тоже сделала легкие локоны завела такие небрежные локоны можно так сказать за 5-10 минут сделала и ладно не перед кем уделываться вот ну что будем прощаться на этом сегодня я сегодня буду заканчивать свой влог и хочу конечно пожелать вам хочу всех поздравить с наступающим новым годом и хочу вам сейчас зачитать стихотворение меня уже сегодня тоже поздравили и мне так понравилось это стихотворение я хочу вам его прочитать к сожалению я его еще не успела выучить но все равно я прочитаю я думаю вам будет приятно с новым годом с новым счастьем крепкой дружбы пылкой страсти чтоб душа цвела и пела спорилась любое дело чтобы верилась мечтала жизнь казалась волшебством чтобы сказка в дом примчалась с новогодним петушком как раз это стихотворение подходит к новому наступающему году и мне очень сильно понравилось стихотворение ну и от себя конечно хочу сказать вам что я желаю вам всем конечно счастья здоровья самое главное здоровье чтобы всегда ваши близкие были рядом с вами и чтобы все ваши мечты сбылись в новом 2017 году ну будем прощаться увидимся уже в новом году я вас очень всех люблю надеюсь вы и дальше будете смотреть мои видео и комментировать мои видео и ставить конечно же лайки пока пока с наступающим пока 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 пока